Я приветствую весь народ Израиля. Хорошая неделя. Сегодня мы немного поговорим на тему войны Гога и Магога. Это тема, которая много занимает умы людей. Понятие Гог от слова Гаг, крыша. Гаг указывает на сферу кетер. Гог — это мужская часть клепы, а Магог — это женская часть клепы. Разница в мем, которая есть в женской части, нет в мужской. Мем указывает на сферу хесед, милосердие, добро. Почему? Потому что женская часть клепы неправильно произносит имя святого царя. Выглядит как обладающая хасадим, добром, и из всего этого добра выходит блуд и кровопролитие, как говорит Тора, что свойства милосердия возбладало, и были они истреблены. Есть такое милосердие, которое приводит к уничтожению мира человека. Это война за корону, за кетер. Это война за сознание человека. С духовной точки зрения. Сера кетер включает свет ехида, который светит в категории один, единый и особый. Был, есть и будет. Духовная война, война Гога и Магога — это война за сознание, за единство Творца. Нечистая сила в человеке утверждает, что Творец не единый и не единственный, то есть его желание не едино, не абсолютно, не доброе и дающее добро, а у него много желаний, и в плохую сторону, и в хорошую. Из этого следует, из этого мнения, что нету обязательства быть склоняющимся перед ним, и каждый будет делать то, что хорошо в его глазах. Иногда, как Творец, хороший и плохой, так же и человек. Иногда может быть хорошим, иногда может быть плохим, по подобию Творцу. Но святость определяет, что он является одним абсолютно, и все действия исходят из его желания насладить творение, и только лишь. И даже те сценарии, которые кажутся нам ужасными, они исходят от него, и вся их цель — дать благо человеку. Потому что преимущество света постигается именно из тьмы, и Творец дает состояние тьмы, грусти, страданий, насилия, и дает он тем самым выбор человеку, чтобы решил он о своих действиях. Творец таким образом позволяет проявиться злу и тьме, для того, чтобы установить в сознании человека отрицательное, которое он сотворил, для того, чтобы человек вынужден был сделать добро. Поэтому война Гога и Магога — это война за Гаг, за высшее сознание человека, за Кетер. Говорит ли высшее сознание человека, что Творец единый, единственный и особый, был, есть и будет, всегда властвовал и будет властвовать большой любовью, и он является только добром, только благом, является абсолютным единством добра, или же это не так. И клепот в человеке утверждает, что это не так. Раби Изгур, Благословенная память праведника, говорил, что война Гога и Магога — это духовная война, что будет очень тяжело человеку сократить свою мысль, говорить Шма-Исраэль. Так он сказал. Что это означает? Когда человек должен будет принять на себя бремя работы на небеса и соединить божественную реальность в единое целое, Шма-Исраэль. Мы обращаемся к израильской точке в нас. Слушай, Израиль, Бог наш, Господин, властвующий, хозяин всех сценариев, Бог един. Это означает, что Он един, Его желание едино. Это желание является абсолютным. Он хочет давать, любить. Поэтому тяжело будет человеку сократить свою мысль, принять бремя работы на небес и сказать, что Творец един. Находим, что с духовной точки зрения война Гога и Магога — это война за сознание человека. Это война, которая проводится в сознании человека. Есть ли божественное во всем? Или каждый может делать то, что он хочет? Нет Творца. Это все байки. И каждый может делать то, что он хочет. Живем только один раз. Будем есть и пить, потому что завтра умрем и так далее. Есть ли божественная действительность во всем? Является ли она абсолютным добром? Находится ли Творец в сознании у человека или нет? Клипа Гога и Магога воюет за высшее сознание, за Гаг. Скрывает от сознания божественную действительность, скрывает то, что Творец добр и дающий добро, и транслирует человеку то, что все можно. Вследствие воздействия Клипы Гога и Магога, Земля полнится насилием, мир полнится насилием разных видов и свойств. Мы понимаем, что происходит большое насилие, все против всех. Блуд процветает в обществе и в мире. Люди блудят направо и налево, разрушают семьи, блудят с замужними, педофилия процветает, потому что Клипа это приводит человека к болезни сознания. И это результат вакуума, который образуется в сознании человека, что если Творец не заполняет его сознание, то отрицательные явления заполняют его сознание и наполняется земля идолопоклонничеством, кровосмешением и кровопролитием. Гог в гематрии 12. Плюс его женская часть получается 13. Это гематрия любви, единого, и это нам намекает на то, что это имя клепот в человеке против единого, задушевывают единого, а не против истинной любви. Они фальсифицируют печать царя, говорят о любви, которая по сути является вожделением, говорят о фальшивой любви, о искривленном равенстве и так далее. Это война на уровне сознания, кто властвует над верхней частью сознания человека. Это внутренняя война, если она не будет разрешена нами, приведет также внешнюю войну. Как говорит святой Ари, Гог в магог в гематрия 70. Это соответствует 70 народам мира. И будет управлять Гог в магог всеми 70 народами и все вместе придут на Израиль с войной. Слова святого Ари. Эти слова на материальном уровне совершенно не преувеличены. Это просто возможный сценарий, который кажется реальным. Мы здесь имеем сложности с так называемыми палестинцами. У нас есть арабы внутри земли Израиля, вне земли Израиля, в Самарии, в Газии и так далее. Они окружают нас также снаружи. У нас конфликты с ними. Антисемитизм, который сам по себе разрастается по всему миру. Мы видим это и в состоянии коронавируса, что он усиливается. Нас обвиняют в геноциде. С демографической точки зрения они тоже усиливаются. за счет разногласий политических здесь, в израильском обществе, арабы получают власть все больше в разных местах в Израиле под лозунгом равенства, стоп-расизму и так далее. Арабы получают власть во всех областях и теракты только усиливаются. Мы реагируем, чтобы защитить себя и кровопролитие только усиливается со всех сторон. Антисемитизм в мире возрастает, и ООН постоянно указывает, что нужно делать в Израиле, в котором возрастает насилие со всех сторон и решает страны мира вмешиваться в то, что происходит здесь, потому что кажется, как будто здесь полностью потерян контроль. Они как бы приходят установить контроль в этом месте. Но сценарий совершенно не преувеличен, что 70 народов мира заходят сюда под прикрытием как бы установить здесь порядок. Народы мира не любят нас, и это еще слабо сказано. Мусульмане все больше устанавливают свою власть в западных странах, и, конечно, они стремятся уничтожить нас, и те, которые находятся здесь, и те, которые за границей, и кто знает, что будет. Все это следствие нашего внутреннего состояния. Если 70 народов в каждом мужчине и в каждой женщине устанавливают свою власть над точкой святости, а мы здесь ведем жизнь, наполненную эгоизмом, это, конечно, выражается и с внешней нашей стороны, и насилие в Израиле продолжается во всех сферах, во всех слоях общества и состоянием усугубляется изо дня в день, это ведет к Третьей мировой войне, войне Гога и Магога. 70 народов в нас впитывают все идеалы и все ценности от 70 народов внешних. есть 70 народов в нас, 70 внешних народов, мы впитываем из них фальшивые их ценности, любви, равенства, гуманизма, не в соответствии со святой Торой, а в соответствии с мнением народов, и все это ведет к сценариям настоящей войны, Гога и Магога войны, 70 народов против нас. Но если народ Израиля вернется к раскаянию, и каждый из нас должен взять себя в свои руки, не думать о других, прежде всего, я должен улучшить себя. Если народ Израиля возвращается к раскаянию, он может предотвратить это сумасшествие, потому что если точка святости внутри человека начинает властвовать на семью 10 народами в человеке, то всего этого можно избежать. Это означает, что человек должен исправить свои пути во внутреннем и во внешнем. И это должно выразиться в укреплении нашей веры, в усилении нашей доброй части, когда вера в Творца и вера между нами усиливается, это все отразится во внешнем. Не будет насилия, не будет гнева, грусти, отчаяния, волнения, страха и усиление радости, любви, альтруистического начала и отрады. в Тикуней Зор написано, сказал Давид, и если направишь на меня стан врагов, не вострепещет мое сердце. В этом я уверен, говорит Святая Книга Зор, речь идет о войне Гога и Магога. То есть, если направишь ты на меня стан врагов, это огромный стан Гога и Магога, не будет трепетать мое сердце, потому что я уверен. В чем? В ЗОД. Это игра слов. ЗОД это вера. Это вера, укрепление в заповедях, в его Торе, выпрямление наших путей, исправление из эгоизма в альтруизм на всех фронтах, во всех сферах. И Святой Арий говорит об этом в нескольких местах, и в тот день будет, когда Гог будет на земле Израиля, зная, что Гог и Магог вместе дают 70, это соответствует 70 народам мира, тогда Гог и Магог будут властвовать над 70 народами, и все вместе придут на Израиль. Прочитаем источник Ихизкель, пророк 38 и 39 главы, там переводятся основные слова, и было слово Господне ко мне, к Ихизкелю, сказано Сын Человеческий, обратили отцу твою Гогу в земле Магог к верховному князю Мешиха и Туваля и пророчествуй о нем. И скажешь так, сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, верховный князь Мешиха и Туваля, князь верховный Мешиха и Туваля, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя, и все войско твое, лошадей и всадников, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами, то есть он выведет его на войну против Израиля со всеми, со всем оружием, и еще много стран присоединится по раз, куш и пут с ними, все со щитами и в шлемах, много народов Гумар, и все отряды его, дом Тугарма с окраин севера, и все отряды его, многие народы с тобой, будь готов, готовь себя к войне, ты и все толпы твои собравшиеся к тебе, и будешь им стражем, после многих дней наказан будешь, в конце лет придешь ты в страну Израиля, собранную из народов многих на горы Израиля, которые были опустошенными всегда, и пророки Кисткель употребляют из слова шоа, катастрофа, это непростое слово, и поднимешься как великое бедствие, ты, как туча покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы многие с тобой. В общем, с материальной точки зрения здесь будет происходить очень тяжелый сценарий и в духовном, и в материальном, если народ Израиля не возьмет себя в руки, это то, что будет. Так сказал Господь Бог, и будет в тот день, поднимуты слова к сердцу твоему, и замысляшь ты замысел злодейский, скажешь ты поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности, все они обитают без стены, не засовывая ни дверей, чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложи руку твою на развалины заселенные, на народ собранный из народов. И Шевей, Деданы, купцы, торшиши, и все молодые львы скажут тебе, не грабить ли грабежом пришел ты. Так сказал, и скажешь Гогу, так сказал Господь Бог, воистину в тот день, когда народ мой Исраэль будет обитать безопасно, ты узнаешь, придешь ты с места твоего с окраины севера, ты и народы многие с собой, с тобой, цадники на конях, все они наполнены оружием, большая толпа, много солдат, и поднимешься на народ мой Исраэль как туча, чтобы покрыть эту землю, в конце дней будет это. Теперь Творец по сути обещает, что Он спасет нас, но кого Он спасет? Тех, кто вернется к раскаянию, тех, кто соединятся с Творцом и будут верить в Него и будут придерживаться Его, эти люди спасутся. И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя перед глазами их Гог. То есть со всем этим ужасающим, пугающим сценарием Творец говорит, что Он будет воевать фронтально с этим Гогом, чудесами и знамениями. Так сказал Господь Бог. Разве ты не Тот, о Котором говорил я во все прежние дни через слуг моих пророков Исраэля, пророчествовавших во дни те годы, что приведу я тебя на них и будет в день прихода Гога на землю Израиля Слово Господа возгорится гнев мой в ярости моей в ревности моей в огне негодования моего я в день Тот будет потрясением великой на земле Израиля И строгнутся предо мной рыбы морские и птица небесная и зверь полевой и все пресмыкающиеся по земле и всякий человек который на лице земли и обрушатся горы и падут ступени и всякая стена на землю падет Обратите внимание эти слова осуществятся и в духовном и в материальном есть духовный корень и есть материальный ветвь но призову на него меч на всех горах моих Слово Господа Бога меч каждого будет против брата его и будут судиться с ним мором и кровью и ливень проливной и град камней огонь и серу пролью на него и на отряды его и на народы многие которые с ним и я возвеличусь и освящусь и появлюсь пред глазами народов многих и узнают что я Господь раз так нам нужно знать что это действительно не игра мы действительно сидим на бочке с порохом и мы видим это и с духовной точки зрения и с материальной точки зрения с духовной точки зрения все тут разрушается говорится что здесь города будут разрушены и ступени падут и всякая стена на землю упадет что такое стена стена это вера все падает все разрушается все терпит крах мы видим это по состоянию народа Израиля и во всем мире народы мира во внутреннем и во внешнем сейчас то что называется находится на финишной прямой и Творец приводит все это величие поскольку преимущество света и стьмы познается Творец хочет чтобы мы вернулись к раскаянию все это не просто так все эти вещи это касается того что Творец хочет свой народ Израиля чтобы этот народ взял эти слова с максимальной серьезностью в сознании духовном и так же все это должно повлиять на внешние наши ценности возвращение к раскаянию означает прежде всего состояние в семье и состояние во всех сферах израильского общества все должно измениться потому что Творец ни в коем случае не хочет не хочет чтобы такое состояние было он хочет чтобы мы слились с ним соединились с высшим светом если мы это не сделаем путем Тора это придет не дай бог путем страданий теперь Творец в конечном итоге в Ихизгеле 38-39 в конечном итоге говорит что народы мира потерпят сокрушительное поражение на горах Исраиля падешь ты и все отряды твои и народы которые с тобой хищные птицы всякого рода и зверя полевому отдал я тебя на съедение в открытом поле падешь ибо я сказал слово Господа Бога то есть Творец приведет сюда силу клепы нечистоты огромную я повторю это во внутреннем и во внешнем цель привести все к грандиозному кризису и в конце концов к раскаянию для всех кто захочет укрепиться в Творце удержаться за Творца в открытом поле падешь и пошлю огонь на Магог и на безопасно обитающих на островах и узнают что я Господь имя Святое мое объявлю среди народа моего Израиля и не позволю осквернять его и узнают народу что я Господь Свят среди Исраиля вот приходит это и сбудется и это будет говорит Господь Бог этот тот день о котором я говорил и пророк Ихискель подробно описывает тот сценарий который произойдет как будут тут массовые могилы массовые захоронения народов мира там похоронят Гога и все его воинство семь месяцев возьмет хоронить народы мира как во внутреннем так и во внешнем и явлю я славу собой среди народов и увидят все народы правосудие мое что совершил я и руку мою которой наложил я на них и будут знать дом Израиля что я Господь Бог их с дня того и впредь больше не будет вскрытия это все прояснится в большом свете и будут знать народы что за грех свой пошел в изгнание дом Израиля за то что изменили мне и я сокрыл лицо мое от них и отдал их в руку врагов их и пали отмеча все они поскверни их и по преступлениям их поступил я с ними и сокрыл лицо мое от них это описание всего того что происходило и происходит и сегодня до последней войны войны Гога и Магога поэтому так сказал Господь Бог ныне я возвращу плен Якова и помилую весь дом Израиля и возревную об имени моем святом и понесут они позор свой и все измены свои которыми изменяли мне когда поселятся на земле своей в безопасности и не будет никого устрашающего их после того как верну я их из народов и соберу их из стран врагов их и освящусь в них пред глазами народов многих и узнают что я Господь Бог их потому как изгнал я их к народам но собрал их в землю их и там не оставлю более ни одного из них слова Господа Бога таковы слова пророка Ехизкеля в его пророчестве о войне Гога и Магога конечно же эти все слова очень непросты и мы должны принять эти слова во внимание поскольку с Творцом невозможно играть мы знаем это очень хорошо и из прошлого и из настоящего это должно нас научить большой осторожности в будущем нас всех мы все должны взять себя в руки принять во внимание все серьезное все принять с серьезностью вернуться к раскаянию вернуться к Творцу и попытаться взять с собой еще людей и до Холокоста в Европе были люди которые считали что не будет ничего большая часть народа считала что не будет что-то очень серьезно такого ужасного и реальность доказала что это неверно потому что Творец как бы терпит терпит но в конечном итоге все это сваливается на нас и во внешнем и во внутреннем и во внутреннем поэтому лучше начать раньше вернуться на прямой путь и нам и тем кто вокруг нас то что светит нас светит нам чтобы светило и другим для того чтобы избежать этих вещей с Божьей помощью чтобы мы удостоились идти большим светом а не по таким тяжелым сценариям до свидания всем и хорошей недели субтитры